Сегодня хочу так, не коротко, а чуть-чуть такой длинный будет эфир по поводу отобрания детей, по поводу новых инициатив лоббистов ювеналки. Давайте посмотрим, что такое ювеналка. Ювеналка, это вообще означает просто легкое отобрание детей по всяким надуманным причинам. Ну, чтобы это в том понимании, получается такое широкое понимание, что мы вкладываем под название ювеналка. Но некоторые, если официально посмотреть, это ювенальная юстиция, ювенальная юстиция это правосудие над несовершеннолетними. У нас в Казахстане его с 2000-х годов фонд Сорос реализовывал, реализовали его через несколько неправительственных организаций. Именно под лозунгом якобы для того, чтобы суды, которые занимаются несовершеннолетними, которые совершили уголовное правонарушение, чтобы судьи могли знать психологию детей, должны быть специальные ювенальные суды, получается. Для этого это понятие у нас было внедрено и под это понятие внедрили, получается, инфраструктуру в Казахстане. На самом деле, на самом деле, под этим названием внедрили, получается, инфраструктуру, но инфраструктура для того, чтобы потом легко изымать детей из семей. И это вот первый шаг был, второй шаг после того, как инфраструктура выстроена, нужно было выстроить уже законы, подогнать, получается, под эту систему. И итоговая цель, вот о чем я говорила, то есть ювеналка – это легкое отобрание детей из семей по всяким надуманным причинам. И дальше дети кочуют, получается, по профессиональным приемным семьям. Давайте, это так чуть-чуть крипово, так скажем, звучит, ну так, нереально, да? А давайте посмотрим, как у нас в Казахстане внедрялось. В принципе, подписчики дорогие, вы с 2020 года, большинство из вас с нами, и вы прекрасно знаете, вы видели, как рабочие группы в Можилисе проходили, и как мы отбивали, получается, все эти нормы. И сейчас лоббисты ювеналки вновь активизировались, и с нескольких фронтов заходят опять в попытки реализовать, получается, эту ювеналку у нас в стране. Давайте я чуть-чуть расскажу нашу борьбу и вместе с вами, потому что, дорогие подписчики, большинство из вас тоже голосовали, оставляли комментарии, отправляли письма, подписывали петиции. То есть это была такая наша совместная война и совместная битва. Вот смотрите, в 2019 году у нас в Казахстане занесли в парламент законопроект так называемого семейно-бытовое насилие. И не только в Казахстане, и такой же законопроект почти один в один занесли в Украину, в Россию, и в Белоруссию, и в Казахстан. Но с одной оговоркой у нас в Казахстане этот закон с 2009 года, он вообще существует, но он такой был, знаете, неработающий. Его приняли перед председательством ОБСЕ, это было одно из условий принятия этого закона, ну, для вступления ОБСЕ, это нужно было принять этот закон. Но он был неработающий. И в 2019 году хотели этот закон признать утратившим силу и его реорганизовать. Какое отношение, вообще вот этот закон семейно-бытового насилия имеет отношение к ювеналке и к психиатрии? Казалось бы, когда говорят семейно-бытовое насилие, в голове сразу возникают сцены там убийства, избиения, изнасилования, всякое такое. А давайте посмотрим, что на самом деле скрывается под этим названием. Все то, что я перечислила, избиения, изнасилования, там, унижения, да, там, это все у нас есть в уголовном и в административном кодексе. Четкие, получается, понятия, по которым привлекают к уголовной, либо к административной ответственности. Почему вдруг западным лоббистам захотелось создать параллельное законодательство по поводу семейно-бытового насилия? Что такое семейно-бытовое насилие? Это не правонарушение, это не преступление, это, получается, все, что кому что не понравилось в семье, то есть сторонним этим неправительственным организациям, или же вот этим органам опеки, или учителям. Вот буквально вот в городе Алмате, в Велийском районе, недавно учителя, когда делали обход, оштрафовали семью за то, что пыль на столе. Вот, ну то есть это все, что вот кто проверяющий пришел, все, что не понравилось. И давайте просто, если вы откроете закон о семейно-бытовом насилии, который действующий, посмотрите статью 4, там как раз вот эти 4 вида насилия. И вот эти 4 вида насилия, это не подпадает, не под уголовное нарушение, не под административное. Это все, что не понравилось кому-то. Ну, например, психологическое насилие. Не сделаешь урок, не получишь планшет. К примеру, да? Это психологическое насилие. Экономическое насилие, которое вот в 2019-2020 году лоббисты ювеналки хотели внедрить. Это вот, например, ограничение в виде. Это, понимаете, там нету правонарушения, там не довели до истощения, там еще какое-то. Нет, это, например, я пришла, проверяю к вам семью. И такая, ха, а у меня вот в семье мы каждый день апельсиновый фреш едим. А почему у вас апельсина нет? Ну, то есть я так утрирую, да, ну, то есть это получается, вот что такое, получается, насилие, семейно-бутовое насилие. Или сексуальное насилие. Там была такая половая свобода, или же еще там, вот, насколько помню, там тоже по поводу гендерной идентификации, что вот что-то такое было в новом законопроекте. В западных странах, когда ребенку в школе преподают, что он не мальчик, не девочка, вы знаете, у нас в прошлом году был школьный предмет «Глобальная компетенция», где как раз-таки было заложено вот эти понятия агентов, то есть, что человек может быть не мальчиком, не девочком, бесполым существом, да. Вот, и вот это, и вот, вот это ребенку в школе повернули мозги, повернули мозги, он приходит, и родителям говорят, я теперь не мальчик, не девочка. Вот в Канаде в 20-м году это был реальный случай. И что произошло? Отец говорит, доча, ну что ты, ты же девочка. Она пришла, пожаловалась к психологу, пожаловалась к психологу школу, отца обвинили в сексуальном насилии, то, что он не признает гендерную идентификацию своей дочери. То есть, она себя идентифицировала мальчиком, а отец этого не признал. И его обвинили в сексуальном насилии, и его посадили. Вот, что такое семейно-бутовое насилие, то есть, все, что по надуманным причинам, вмешиваться в дела семьи. Посмотрим вот этот законопроект 2019-2020 года, который, слава Богу, мы совместно вместе с вами его остановили. И там было, вот какое отношение к психиатрии иметь? Медикаментозное психиатрическое лечение. То ли это вот статья 41, то ли статья 51. Я этот законопроект выложу в телеграм-канале, вы можете его посмотреть. И вот представьте, и там еще было понятие, как пренебрежение интересами ребенка депутат Ямашева предлагала. И там такое было, если родитель отказывается от медицинских услуг, то тогда, там статья 35, 36 вот этого законопроекта позволял изымать ребенка, предположительно могли прийти сотрудники, предположительно, что может быть здесь насилие, или родители отказываются от медицинских услуг, или вот, например, от психотропных препаратов, или от вакцинации, да, то тогда ребенок подлежал отобранию. Это вот статья 35, 36 этого законопроекта говорил. И родители не могли бы забрать своего ребенка, пока он не пройдет вот это медикаментозное психиатрическое лечение. Представляете? Его настолько вот наглую, в наглую в нашу страну вот это протаскивали. Просто в наглую. Когда мы читали этот законопроект, у меня, например, волосы дыбом вставали. Вот. Слава богу, мы этот законопроект остановили, остановили. Теперь его раздробили по многим приказам. Вот через приказ МВД, вот, вы помните, мы летом тоже участие принимали. Многие из вас в этом участии тоже принимал. Затем его сейчас пытаются, вот, план превенции суицида и насилия, который вот в этом году тоже был принят туда, и получается, часть этих норм засунули. Ну, то есть попытка идет. Попытка идет. И собираются это делать через школы. И уже его делают. Даже еще законопроект, когда был рассматривался, родители, вспомните, проходили ли ваши дети тесты, сколько у тебя комнат, есть ли у тебя рабочий стол, там, по поводу еды, там, где мама работает, где папа работает, сколько зарплату получает. Ну, то есть вот такое, получается, сбор личной конфиденциальной информации, о частной жизни в семьях, вот так вот собирали. Это вот, это вот все часть ювеналки. Вот. Теперь, слава богу, мы этот законопроект в январе 2021 года остановили. Сейчас также одновременно вместе с этим законопроектом рассматривался законопроект, его и инициировала депутат Балиева, которая с 2016 года, в том числе, по ее действиям было видно, что она является амбассадором ювеналки, будучи уполномоченным по правам детей. Она была первой уполномоченным по правам детей. И вот она внедрила вот этот вот, инициировала еще параллельный законопроект, называется «Касательно прав детей». Ну, там он был просто жесткий. Там родители хотели наказывать за всякую, извините, за сленг, фигню. Там было 100 МРП. 100 МРП на тот момент 2 миллиона 800 было. В том числе за опоздание в школы, за нарушение устава в школы. И это все хотели внедрить в закон о правах детек. И когда мы об этом шум подняли, они все эти опасные моменты убрали, и осталось только понятие буллинга. И вы тоже, большинство подписчиков, вы тоже в курсе этой битвы. И мы тогда говорили, что одно из целей этого понятия буллинга, это, во-первых, легализация секс-извращенцев. Ну, якобы, что этих ребят больше всего буллят, и поэтому нужно вот этот закон принять, чтобы их не булили. Это в международных документах есть, все эти письма в телеграм-канале у нас имеются. Второе, это психиатрия. Обратно, ребята, везде психиатрия. И там получается, что вот пострадавший ребенок, это пострадавший от буллинга, страдает депрессией, это в ВОЗовских документах написано. А, который ребенок буллит, у него гиперактивность. И знаете что, вот недавно в сторисах, если следили, мы помогали выписываться 7-летнему мальчику из психиатрической больницы. Родители к нам обратились. И наш волонтер сидел в психиатрической больнице, как раз помогала выписаться. И вот она разговаривалась еще с одной мамой, говорит, смотрю, ребенок говорит, нормальный. Я у этой мамы спрашиваю, а почему вы, сыну вашего ребенка, привели в психиатрическую больницу? Она говорит, потому что его обижали два мальчика в школе, и поэтому нас направили в психиатрическую больницу. И вы представляете, все, о чем мы говорили, потому что мы изучали международные документы, изучали международный опыт, все это реализовывается, к сожалению, на глазах. Поэтому родители, будьте бдительны. Кстати, психиатрическую больницу без согласия родители госпитализировать не могут. Поэтому родители, будьте бдительны, кто бы вас ни направил, вы имеете право, только по вашему собственному согласию. Или вот сейчас еще один кейс есть, где ребенка обижали старшеклассники, он решил защититься, и он защитил себя. И в отношении этого мальчика сейчас говорят, вам нужно в школу направлять его психологу, должны работать с психологом. Какое заключение психолог вынесет, вы вот семья его обязаны выполнять. Вот представляете, вот это все получается реализовываться. И в этом законопроекте, где рассматривался понятие буллинг, мы участвовали, и как раз-таки предлагал, получается, за Киева. Она была тогда депутата Мажелиса, сейчас она стала уполномоченным по правам детей. И она тогда хотела вот в октябре 2000, вот не соврать, столько законопроектов было, я сейчас не помню, то ли 21-го, то ли 22-го года, все-таки кажется, 21-го года. Она тогда говорила, что нужно вот это жестокое обращение, не было примирения сторон по жестокому обращению в отношении несовершеннолетних детей. Когда про это говорится, жестокое обращение, у нас сразу какие-то такие жесткие меры. Нет, ребята, если посмотреть приказ по поводу жестокого обращения 2014 года, там это получается, там посуду кинул столько-то баллов, еще что-то там. Ну то есть это такие незначительные действия, которые вот 5 баллов набрал или там определенное количество баллов, все, идентифицируется как жестокое обращение. И представляете, если семью обвинили в жестоком обращении, и тогда вот за Киева предлагала не будет примирения сторон, тогда что? Но, собственно, родитель не может примириться, тогда этот МВД, спасибо МВД, выступили тогда против, мы тоже многочисленные запросы, жалобы по этому поводу писали, и в январе 2022-го года эту поправку сняли. И что мы сейчас видим? За Киева его обратно, уже будучи на посту полночным по правам детей, она у себя там пишет, обратно пытается его инициировать в уголовный кодекс. И более того, вот эту семью, семью, как отягчающее обстоятельство сделать. Что такое отягчающее обстоятельство? Вот, например, какое-то преступление совершается, ну, например, пошел человек что-то украл, впервые украл, да? Потом, или же он пришел с двумя людьми, там, ну, или с несколькими группой лиц, там, разбили окна, да, там, избили, к примеру, и что-то своровали. Это вот отягчающее обстоятельство. За это наказание больше идет. И вот то же самое в отношении семьи хотят сделать. Семью, как отягчающее обстоятельство, чтобы, например, если на улице ударил, например, кто-то, я так утрирую сейчас, один год, а если в семье ударил, то 10 лет. Вот представляете, вот это вот, какой маразм им хотят предложить. И, то есть, преступление остается преступлением, где бы оно ни совершалось, в семье, на улице. Нельзя преступление именно семью делать отягчающим. Кто будет создавать семьи? Да, после вот таких вот статей. Это вот одна из ювенальных норм, которая сейчас заново идет попытка номер два за Киева. И вы знаете, что этот законопроект на руки не дают. Вот Казахстанский союз родителей его и так, и так запрашивают. Кто говорят, что это в прокуратуре. Мим просвещения говорит, что это в Можилисе. Можилис говорит, его у нас нету. За Киева говорит, что там кому-то через третьих лиц, что это законопроект у Айма Гамбетова находится. Сейчас Айма Гамбетова, это бывший министр просвещения, является депутатом Можилиса. Ну, то есть, этот законопроект сейчас всячески прячется. Вот это вот одна из ювенальных норм, все то, что мы отбили, идет попытка номер два. Теперь следующий заход по поводу профессиональных приемных семей. Там же, на этом же рабочей группе в Можилисе, 2 марта 2022 года, я за Киевой и другим депутатам говорила, что вот эти все ваши ювенальные нормы приведут к легкому изъятию детей и привезет к разрушению семей. На что мне тогда, вот, кстати, лоббисты законопроекта семейно-бутового насилия, да, это в основном вот эти фемоорганизации, женские организации, взрослые Соросом и еще другими организациями, они нам все время говорили, ну вот вы говорите, там, легкое отобрание, вот, мы говорим, да, это у вас легкое отобрание детей в вашем законопроекте прописано. Они говорят, а куда мы их будем девать? Вот детские дома сейчас ликвидируются. И то же самое вот в марте 2022 года мне за Киева, то ли за Киева, то ли какая-то из депутатов мне говорит, а куда мы, вот, вы говорите, вот, все время по поводу отобрания, куда мы их будем девать? Я говорю, изучая опыт зарубежных стран, из 2017 года разные неправительственные организации, Соросовские, говорят, поднимают вопросы по поводу профессиональных приемных семей, значит, будет направляться в профессиональные приемные семьи. Они такие, ну, семьи не хотят брать, говорю, в западных странах экономическая заинтересованность. И я участвовала в этих, на круглых столах Соросовских, где они, я потом после этого всем этим участникам писала письма, где они поднимали вопросы по поводу профессиональных приемных семей и по поводу увеличения им финансирования. Это еще было в далеком, в 2017 году, представляете? 2017 или 2018 год, я вот сейчас столько событий происходит, вот точно по годам вам не могу сказать. И что мы видим, ребята, что мы видим? Не прошло пару лет, и вот поднимается вопрос, мы уже ли все по поводу профессиональных приемных семей. Поднимается вопрос, чтобы им нужно миллион платить за ребенка. У родных, родным семьям мы столько платить не будем, да, а вот профессиональным приемным семьям мы будем платить. Знаете, в западных странах вот эти, опять же, вот там опять же психиатрия. И вы скажете, какое может быть, ну, профессиональным приемным семьям к психиатрии иметь отношение? Смотрите, это как. Из родной семьи, по всяким надуманным причинам, по всяким вот этим насилием экономическим, там, не так кормите, не так стол вытерли, у вас однокомнатная, там, четверо живете, да, к примеру, у вас у нас квадратов положено. К примеру, да, наорали на ребенка, он там пол хочет сменить, вы не даете ему сменить, к примеру, разные, да, причины. И изымают ребенка из семьи, направляют это в западных странах, по профессиональным приемным семьям. И профессиональные приемные семьи ставят им посттравматические, вызывают там психиатра, ставят им посттравматический стресс. И ребенок, получается, дают им психотропный препарат, приемные родители. И этой семье, как по уходу за особенным ребенком, за особенным ребенком, платят больше в несколько раз. И вы представляете, это вот, это какая психиатрическая фарм, индустрия тут с миллиардными оборотами наклевывается. Или же вот, например, в той же Канаде родителю, ребенку в школе по вот этим психтестам был поставлен депрессия. Нет, в штате Техас, сори, не Канаде. Когда они поставили депрессию, родитель дал, ну, выписали психотропный препарат, родитель дал этот препарат, ребенку стало хуже. Родитель-то своего ребенка знает, он знает, в каком он состоянии был до, в каком после. И он отказался давать. А психолог школы начал спрашивать, ты пьешь препараты или не пьешь каждое утро. Кстати, у нас в Восточном Казахстане в правилах буллинга, в пилотном проекте правилах буллинга Восточный Казахстан, там было такое, что психолог по американской программе должен каждое утро спрашивать, принял ли препарат ребенок или не принял. Это в 2014 году в Восточном Казахстане. Такое правило буллинга вот такое вот было. И вот у этого ребенка спросили, он сказал, нет, не пью, мама не дает, родители лишили родительских прав. А теперь у ребенка есть диагноз по профессиональным приемным семьям, у него есть диагноз, и для того, чтобы его, так скажем, не лишили вот этой лицензии, или как там, чтобы статуса вот этой профессиональной приемной семьи, это профессиональная приемная семьям, ему пофигу на чужого ребенка, и он будет давать, потому что он за это получает денег, и при том несколько раз больше. И вот в данный момент, в данный момент, вот этот законопроект, он рассматривается у нас в Можилисе. И просто капец, мне прям, как это, все, все, о чем мы говорили все эти годы, и когда возле виска нам крутили, да, реализовывается на глазах. Но, но, как показала практика, как показала практика, мы можем по башке давать и давать отпор этим законопроектам. Ну, тот же, например, законопроект семейного бытового насилия, мы в него включились в октябре 2020 года. Октябрь, ноябрь, декабрь, январь за 4 месяца, несмотря на такое мощное лобби, и нас, несмотря на то, что в этом, в рабочей группе сидели больше 60 лоббистов, лоббистов. Я потом, когда изучала эти отчеты Сороса и посмотрела, практически каждый из них это лоббист. Там не было ни одного сочувствующего, и который глубоко понимает эту ситуацию. И мы зашли всего 4 человека в эту рабочую группу. И вы эту славную битву помните. Вы помните, как родители живые подписи собирали? Больше 50 тысяч подписей живых было собрано отдельной инициативной группой. Столько петиций было собрано, столько прямых эфиров, да? И мы вот, именно родители, которые не финансируются никем, отбили этот законопроект. Сколько мы с вами совместно голосовали в НПА ЕГОВ. Это мы, обычные родители, вот это все отбивали. Спасибо Казахстанскому Союзу Родителей. Я знаю большинство этих мам и пап, которые там работают. Они работают без денег, на голом энтузиазме, на мотивации только. Они поняли вот эту всю опасность и отбивают все это. Дорогие друзья, сейчас, в последнее время, вот Казахстанский Союз Родителей очень много публикует. Прошу к этому подключиться. Я, со своей стороны, тоже уже подключена к этой теме, тоже уже работаю. Сейчас родители подготовили сравнительную таблицу. Сравнительная таблица, это что такое? Когда закон пишется, там пишется действующая редакция, какую предлагают, обоснование, ну почему с этим не согласны. И сейчас вот родители подготовили такую сравнительную таблицу. В ближайшее время они готовят, уже будет готово письмо. Поэтому каждого из вас я прошу подключиться и писать, тоже в мажорист, следить. Давайте сейчас попытка номер два. По некоторым законопроектам попытка номер три дел. Поэтому нам нужно сейчас вновь объединиться и вновь давать отпор. Это сейчас не один законопроект, как было в 2020 году. Они его раздробили на тысячи кусочков. И, соответственно, нам придется каждый вот этот как пинг-понг, вот эти тысячи кусочков отбивать и отбивать. Потому что это наша страна. Нам здесь жить. И всего этих лоббистов всего лишь около десятка женщин. К сожалению, десятка женщин и пару мужчин. Пару мужчин. Вот как я посмотрела, вот сейчас, если это у Аймагомбетова действительно находится, это Аймагомбетов и там еще пару тоже мужчин. Остальные это все женщины, к сожалению. Я не знаю, почему через женщину. Но, дорогие, здесь я знаю, родители тут тоже большинство женщин все это отбивают. И, короче, женщины против женщин, да? Мы знаем, как бы, как женская психология устроена. И поэтому женщину будем противостоять женщинам-лоббистам. Что теперь нам остается? Вот. Теперь по поводу психиатрии, дорогие друзья, еще раз хочу напомнить. Все это делается с нашего согласия. Первое. Какие-либо психтесты в школах, потому что по этим психтестам ставится диагноз депрессия либо тревожность. Но без вашего согласия его сделать не могут. Поэтому пишите заявление в школы, чтобы без вашего согласия никаких психтестов в отношении вашего ребенка, чтобы не проводили. Заявление на казахском, на русском языке, он у нас на нашем телеграм-канале есть. Второй момент. Там, знаете, есть инструкция. Вы, если вы в поисковике наберете, инструкция, он выйдет. Инструкция, как подать это заявление. Я проговорю. Смотрите. Заявление распечатывайте в двух экземплярах. Относите один экземпляр в школу. На втором экземпляре там должны поставить отметку. Директор школы. Потому что он ответственный за детей. Медицинский работник. Потому что медицинский работник дальше будет направлять детей к врачам по МСП. Первичная медико-санитарная помощь. Это все врачи. И у этих врачей, согласно статье 167 Кодекса здоровья, имеется полномочия ставить диагноз депрессия, либо депрессия, гиперактивность, тревожность. Соответственно, медработник тоже должен ознакомиться. Что вы, он должен вас уведомлять о любых манипуляциях в отношении вашего ребенка. Психологу. Потому что он проводит вот эти психтесты. И социальному работнику, это социальный работник, потом вот этот медработник или это сказал, а вот у ребенка депрессия, родители там отказываются. И соцработник потом будет приходить к вам в дом. Поэтому вот этим четверым специалистам, они на вашем экземпляре должны расписаться, что ознакомились. Потому что у нас на практике было такое, директору школу сдали, а психолог все равно психтест провел. И директор школы, ой, извините, я забыл сказать психологу, психологу, ой, мне не сказали. Ну, то есть вот такой вот игры играет. Но это их не освобождает от ответственности. Но тем не менее, для того, чтобы вот такого вот не случилось, а результаты ваших тестов ребенка уже взяли. Поэтому предлагаю всем вот этим четверым специалистам их предупредить. Если же не принимают заявление, отправят заказным письмом отдельно психологу, медработнику, соцработнику и директору. Подробная инструкция на нашем телеграм-канале есть. Это вот первая защита от всяких вот этих поползневений в отношении здоровья вашего ребенка и поползневения вашей семьи. Любые манипуляции, каждая манипуляция, не так, один раз в год взяли согласие и все. Каждая медицинская манипуляция или психолог какую-то манипуляцию проводит в отношении вашего ребенка. Все это должно быть с вашего письменного согласия. Каждая манипуляция. Вот это заявление-то не говорит о том, что полностью отказ. Да, это отказ. Но это уведомление о том, что должны брать согласие родителя. Нельзя отделять ребенка от родителя. Ювенальная ювеналка как раз направлена на то, чтобы родитель не мешал вливать в голову ребенка все, что хочешь. И давать ребенку психотропы или медмешательства в отношении ребенка без согласия родителей. И для этого вот эта ювеналка для этого и придумана, чтобы разделить родителей и ребенка. А ребенку уже можно было вливать все, что хочется. И пока там родитель будет судиться, доказывать, что он не верблюд в профессиональных приемных семьях, ему уже все эти препараты, все, что хочешь, и дают, и все, что хочешь, получается, вливают в голову этому ребенку. Поэтому вот это ваша первая защита. Заявление в школу, чтобы без вашего согласия ничего не проводили. Вторая, получается, вторая защита. Даже если вашего ребенка, например, по результатам провели психотест без вашего согласия или как-то, или вот как в той же 7-летнего мальчика, которому мы выписали, его прям со школы отвезли в психиатрическую больницу вместе с матерью. А потом матери сказали подписать, они сказали, да, мы сейчас его обследуем, а она думала, сейчас обследуем, его отпустят. То есть она даже не знала, оттуда ребенка госпитализировали, и вот она, ааа, и не отдавали, пока вот к нам не обратилась. Без вашего согласия не могут поставить какой-либо диагноз вашему ребенку, тот же депрессию, либо тревожность, потому что мы в 2019-2020 году 7 месяцев бились с психиатрами и с Министерством здравоохранения, для того, чтобы обычные врачи не могли ставить все диагнозы, и только с письменного согласия вот эти легкие, так называемые легкие письменные диагнозы могут ставить. Это депрессия, древожность, либо гиперактивность. Соответственно, соответственно, когда если вас к врачам направляют, соберите всю информацию и не давайте письменного согласия на постановку психиатрического диагноза вашему ребенку. Вот здесь тоже. Ваша защита, дорогие родители, это ваше добровольное информированное согласие. Никаких тестов в отношении вашего ребенка, сколько вы получаете зарплаты, какая квадратура. Пусть тот же ребенок не заполняет, своего ребенка уведомляйте. Все только через родителя. Отстаивайте свое информированное, право на информированное согласие. Вот это данный момент является вашей защитой. Вот на него и главное идет, получается, ювеналка как раз направлена на вот это добровольно информированное согласие. Чтобы у родителя не спрашивать, а в отношении ребенка все, что хочешь делать. И вам нужно прямо его отстаивать. И следующее. Сейчас мы только на стадии вот этой вот рассмотрения конечных вот этих ювеналки. Поэтому тоже, родители, прошу присоединиться. Отслеживайте. Вот эти все письма, которые мы будем выкладывать, вот Казахстанский Союз Родителей, либо мы на своих инстаграмах, телеграм-каналах, тоже прошу скачивайте и направляйте. Пишите активно комментарии, потому что за комментариями следят. Это тоже как общественное мнение. Вот, если какой-то законопроект выставляют на голосование, тоже прошу голосовать. Потому что, дорогие родители, только благодаря вам, вашей активности, мы все эти законопроекты могли отстаивать все эти годы. Только благодаря тому, что вы писали комментарии, отправляли письма, мы противостоим, получается, вот этой многомиллиардной машине. Вот такой вот сегодня эфир получился. Такой вот сегодня эфир получился. Интересная битва нас ждет. За наших детей, за нашу страну. Поэтому продолжаем. Спасибо за активные комментарии. Вот я пока прямой эфир вела. Спасибо за теплые слова, которые вы говорите. Кстати, еще что хочу сказать. Вот они там говорят, вот у семьи по всяким надуманным причинам забирать. А кто профессиональные приемные семьи будет контролировать? Если изучить опыт западных стран и США, где вот эти опыт профессиональных приемных семей, как раз там и происходили вот эти вот преступления. Изнасилование, убийство, избиение. Не в родной семье, а в профессиональных приемных семьях. Мы тут не могли контролировать государственные детские дома, да, в полной мере. Там тоже конвейерами отправляли детей в психиатрические больницы. Там тоже были вот эти всякие изнасилования. Но при этом государственно, вот это дети в одном учреждении, туда может приходить прокуратура, туда может приходить Финпол, то есть со всех сторон там может быть проверка. А кто будет контролировать эти профессиональные приемные семьи? Тоже вопрос. Поэтому и вообще, почему сразу отдавать профессиональные приемные семьи? Приоритет всегда должен отдаваться кровной семье, родной семье, родным родственникам. И нельзя вмешиваться у нас в кодексе о браке и семье. Есть такой принцип. Дорогие родители, еще пользуюсь вот этим принципом. Принцип невмешательства в дела семьи. Это тоже один из таких ключевых принципов, которым вы можете тоже пользоваться. Вот такой вот долгий эмоциональный эфир получился. Так что, дорогие друзья, нас ждет славная битва. И что нам остается? За нами наши дети, за нами наши родственники, за нами наши племянники, за нами наши семьи, за нами наша страна. Этим лоббистам, может, они не все понимают, они как-то, может быть, фрагментально понимают, да, им вот это показывает. Ну вот, вот это профессиональный приемная семья, она защищает. И какие-то, или они понимают, я не могу понять, если честно. Но мы, слава Богу, у нас есть перед глазами опыт других стран. И мы видим, к чему, каким последствиям это привело. Вот. Спасибо за внимание. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok